Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Я получила посылку от Доброй Феи. Точнее, нет. Это феище. Аленка Абель. Так зовут и Доброй Волшебницу, которая просто осыпала меня подарками. Алена, когда ты мне сказала трек-номер, я не обратила внимания, сколько килограмм в этой посылке. Когда отслеживала ее. Боже мой! Это даже не щедрость твоей души. Я благодарю тебя от всей души. Благодарю Катерину, которая помогла переслать эту посылку. Катя, как ты ее донесла? Огромное спасибо, Аленочка, тебе и всей твоей семье. И Робе, и Регине, и Доминику. Огромное-огромное вам спасибо. Я прочла открытку. Огромное спасибо. Пусть все будет именно так, как там написано. Меня трогает твоя забота и внимание. Привет папе, который служил в Германии. Ты это помнишь, обязательно передам. Также меня тронуло то, что ты помнишь абсолютно все. Все нюансы. Спасибо, моя хорошая. Ну а ты, мой добрый зритель, усаживайся поудобнее. Ибо наше сегодняшнее видео будет в нескольких частях. Часть первая. Моточная. Чтобы ролик не занял несколько часов, давайте сегодня я вам буду просто показывать внешний вид этикеточки. Кстати, я не видела таких этикеток. Алена, где ты берешь? И цвет-то разный. Я думала, одинаковый на первый взгляд. Мне кажется, разный. Чуть-чуть разные оттенки. Наверняка это красота, это носочная пряжа. И я люблю. Уже вот из подобной, не с такой я вязала по толщине ниточки. Если взять двоечку спицы и вязать носочки, они получаются великолепные. Один цвет или разный? Так. Неизвестная для меня этикетка. Просто неизвестная. Аленкин, где ты берешь? Супер-вошь. Три моточка вот такой пряжи. Тоже не вязала. Буду знакомиться в первый раз. 80% шерсти, 20% полиамида. Вот такой артикул один. Цвета разные. Полиамид с шерстью 65% и 35%. Соответственно. Незнакома мне этикетка. Абсолютно. Такие вот два удальца молодца. Тоже носочная пряжа. Судя по картиночке. 75% шерсти, 25% полиамида. Два мотка таких. Это вообще очень благородный цвет. Получится носочки, которые подойдут и женщине, и мужчине. Мило, благородно, степенно, красиво, стильно, выдержанно. Мне нравится такая расцветка. Это тоже полиакрил с шерстью. Одинаковые артикулы. Разная расцветка. Хоть бы одна этикетка была мне знакома. Нет, вообще даже-даже. Буду знакомиться. Как это здорово. Как это интересно. Вот такой шикарный моточек. Они прошли долгий путь. Немножечко примята, но я их всех-всех... Ага, стопроцентная шерсть. Алена говорила, Танюха, я не подружилась с шерстью. Ты ее любишь. Я ее не просто люблю. Я ее обожаю. Вот такой шикарный моточек от Шахенмауэр. Софтволь. Стопроцентная шерсть. Цвет. Какой шикарный цвет. Вот такой моточек тонкой шерсти. Тоже шурволи. 100 граммовый, 400 метров. Здесь более алый он на камере. А так он немножечко... Даже... Уходит в малинку. И хочет передаваться. Первый раз вижу такую этикетку. Первый раз. Три моточка вот такой красоты. И это у нас тоже стопроцентная шерсть. Ой, как здорово. Тоже пряжа от Шахенмауэр. Три удальца. Одинаковых с лица. Вот такой моточек. Здесь даже читать не надо. Мои руки чувствуют, что это толстенькая, натуральненькая шерсть. Сейчас так джинь, шерсть с чем-нибудь. Нет, это шерсть. Я прям чувствую. Я ее чувствую. Да. Так и есть. Так и есть. Ой, какой пухляш от Лана Гросса. Тоже носочные пряжи наверняка. Да. 80% шерсть, 20% полиамид. 150 грамм. Чувствуется он. Он просто вот, ну, больше-больше, чем любой другой моточек, который мы возьмем. Веселенькие носки получатся. Ой, веселенькие. Такие носки художника. А этот лохматик. Посмотрите, какой он красивый. Какое сочетание цвета этикетки с самим моточком. Они, конечно, прошли долгий путь. И я, чтобы не потемнело на балконе, сразу стала снимать. 41% махер, 37% вискоза. Вот откуда блеск. Откуда же блеск. 12% хлопок и 10% акрила. Я просто, ну, я думаю, откуда же блеск такой пробивающийся. Заметный при особом преломлении. Заметный. Это, конечно, каким-то нюансом. Надо такую пряжу ввести в какое-то изделие. И он там споет. Моточек, я имею в виду, такую нотку, без которой изделие будет не изделие. Я вообще просто первый раз держу такую пряжу в руках. Интересный. Интересный. Очень. И вот какой тоже пухляж от Шахенмайер. Притомился он в дороге. Конечно, такой нежный пряжа, такой путь. Противопоказ. 75% полиакрила, 15% полиамида, 10% махер. Вон какое-то сокровище махера. Но мы все-все-все в тебе обязательно раскроем. Сейчас я буду приводить в порядок. Раскладывать по корзиночкам. Впервые вижу. Сегодня мне все эти кетки абсолютно в новиночку. Аленка, фея-то моя добрая, до половины вот этой горы могла бы стать шикарным подарком. А ты такое тут мне... Ну что, часть вторая? Моточная? Так, какая моточная была? Бобинная. Вы только посмотрите, каких три красавицы у меня теперь есть. И у меня Алена говорила про шерсть. Сейчас мы удостоверимся. Где-нибудь обязательно... Ой-ой. А тут еще сюрприз. Так. Ну, девчонки. Крем. Подожди, это будет часть третья. Это же надо так использовать каждый сантиметр. Да. Так и есть. Аленка, я твой почерк узнаю уже из тысячи. Сто процентов шерсть. Моя любимочка. Моя любимочка. Некоторые думают, как можно вязать... А я обожаю. Я обожаю. Сто процентная шерсть. Синенькая. Так, ладно. Мне нужны порядки навести. Я потихонечку, помаленечку покоряю мир бобинной пряжи. И мне очень нравится та бобинная пряжа, где не нужно... Почему так иногда вот страшаться? Потому что нужно перематывать несколько мотков. А здесь... Я не знаю, сколько, но... Здесь спокойно. Под три с половиной, четверочку. Это надо еще... Вот здесь я буду вязать образец, чтобы посмотреть, как везет себя полотно после стирки. Ни количество петель в одном сантиметре. Мне это совершенно не важно. Эту нитку можно вязать, не перематывая в несколько сложений. Это же просто чудо. Это же просто счастье. Вот такую бобинную я люблю. Которая вот перематывает, меня немножечко пугает. Ну, какие наши годы. Такая шерсть. Она прям чувствуется. Ой, она чувствуется шерсть. Так, все. Нет, надо прям подумать серьезно о рукодельном уголке. О полочке. Куда все это буду я красоту-то выкладывать. Аленка. Здесь это хватит, наверное. Я не ориентируюсь в бобиной пряже нисколько. Девочки напишут. Ну, здесь прям... Ой-ой-ой-очки, ой-ой-ой. Вы думаете, все? У-у-у. Вот. Вот в этом вся Абель. В красоте, в эстетике, в доброте. Мне так понравилось. Я вообще к твиду дышу крапушком неровно. А здесь такие интересные вкрапления. Такие интересные вкрапления. Так, и вот здесь... Вот, посмотрите-ка. Вы посмотрите. С Новым Годом, Таня. Спасибо, Алена. Здесь записочка любовная. Шерсть с акрилом. Обязательно что-нибудь придумала. Обязательно. Ой, ну какая прелесть. Ну, как вязать из-за этого? Это просто новогодний вот антураж. Нельзя трогать такие моточки. А вот это как тронуть, а? Ну, это же прям вообще... Я не знаю даже какой стороной. Так бантик красиво смотрится. Здесь новогодние штучки. Я просто вот... Со всех сторон сплошная красота. Состав этой ниточки очень интересный. Одна ниточка вискоза плюс хлопок. Вторая шерсть полиакрил. И третий акрил. Ну, я не знаю, где ты вообще находишь. Такие составы. Ой, прелесть какая. Здесь какая-то такая вот ненавязчивая игра. Или даже песня, что ли, в унисон. Прекрасно сочетающихся между собой цветов. А бантика игрушечек как будто подсказывает, с какими цветами в плане аксессуаров можно будет сочетать это изделие. Ой, какая прелесть. И вот на фоне всей этой бобинной красоты я в шоке. Я в легком шоке пребываю. Да у меня только сейчас доходит, что в шариках отражаюсь я. И в первом, и во втором. Всем привет еще раз. Мы переходим к следующей части. Ой, нет. Так, я забыла еще про одну часть. Да, к следующей части. Пуговичной. Все, 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 кто меня ругает, что у меня пуговичная болезнь, как вы понимаете, да, вы теперь знаете, кого в этом винить. В моей пуговичной болезни прошу винить. Винить никого не будем. Просто прошу понять, что в ближайшее время выздоравливать я не планирую. Чему я несказанно рада. Это что-то с чем. Ой, как солнышко. Как солнышко, как их. Какое сочетание можно придумать. Все. Это у меня надолго. Какая прелесть. Это просто нет слов. Алена. Моя муза. Как бы это помягче сказать, зовет меня на планерку. Мой добрый зритель, я искренне, честно готовлюсь к части следующей. Сувенирной. И вдруг понимаю, что к ней пока не переходим. Возвращаемся к рукодельной. Кошмар, что я вижу тут. А теперь и вы видите. Я так понимаю, Ален Кабель хочет меня сместить с вязального, значит, контексту и перевести в вышивальный. И боюсь, что ей это удастся. Ничего не готовила. Все идет, как вот открыла мешочек и достаю. гладью. Это еще к тому же и гладь. Я гладью последний раз вышивала в школе. Ой, какая прелесть. Это как скатерка. Это как скатерка, на которой нанесен рисунок. И нужно вышивать гладью. Ой, какая красота. Какая... Так, это еще не все. А вторая заготовочка это крестик. Это мой любимый крестик, но не как обычно на Аиде, а на холсте, что ли, получается. И крестик нарисован. Я так никогда не вышивала. Пасхальная тематика очень классная, близкая. Это тоже как скатерка. Курочка, цветочки. Вот так нарисован крестик. Видимо, подбором. Какие цвета хочешь, потому что схемы нет. Это, наверное, подбором. А во сколько ниточек, я так понимаю, вот они. И такие нитки вообще первый раз вижу. Крестиком немножко вышиваю. Но такие нитки я вижу в первый раз. А, анкор? Анкор. Просто они сложены по-другому. Такой вот пасмочкой сложены. Я их немножко по-другому так. Вышивай, значит, Татьяна. Да? Возьму и вышью. Цвета великолепные. Цвета великолепные. Давно я не вышивала, кстати. И вы думаете, они этим ограничились? Нет. Они явно делают все, чтобы я ушла с вязания. Потому что совмещать вышивку с вязанием будет невозможно. Если погрузиться в эти книги, мне кажется, там и остаться. икона скатерти подушки, картина, рушники, одежда. Открывать не буду. Сейчас в связи с авторскими правами как-то все страшно. Но вот показываю книгу. Ой, девчата. Ой, девчата. Если шутки в сторону, то, конечно, тронута. Когда-то я вышивала много и взахлеб. Сейчас вверх берет вязание, но кто знает, кто знает, что будет завтра. Спасибо большое. А как вам вот это? Вот это прелесть. Ален, ты что ли сама? Я так удивляюсь, как будто не видела, как ты крючок шикарно держишь. Но, девчата. Героиня моих роликов. Да, рукодельные, конечно, подарки это то, что трогает просто самое сердце на поражение. Я не могу отойти от этой рукодельной штучки. Пусть она лежит рядом с сувенирами. Крушечка. Сувенир из Германии. Магнитик. Аленка родом с Кубани. Как я люблю Кубань. Когда на юг раньше ездили двое суток по дороге. У меня прям замирало сердце. И рецепт, пожалуйста, ухи. Прелесть какая. Украшение кухни будет. Так, это подсвечник, насколько я понимаю. Да, сюда свечечку. Какой красивый цвет. Вообще такой все рождественское, такое новогоднее. У меня Новый год прям продолжится в этот раз. А вот эта крышечка, ну-ка, Аленка, объясни мне, чтобы горяченьким что-то оставалось или просто для красоты? Как вы думаете, мой добрый зритель? Сюда свечечка, здесь языки пламени, все это я понимаю. А вот сюда, что же вот сюда положить? Мы найдем, что положить. Как изысканно, как красиво. Так, это тоже, как я понимаю, подсвечник. Если я опять что-нибудь не так скажу, прошу, ага, сюда батареечки нужны. Это я прям завтра же. Да, батареечки нужны. По размеру я понимаю мизинчиковые три штучки. Это я все сделаю. Какая прелесть. Я люблю в роликах все это использовать и конечно же в быту я опять отражаюсь. Ой, прелесть какая. Аленушка работает в сфере красоты и всегда даже не напоминает, а просто помогает нам быть в тонусе. От кремов до спа-бомбочек. Все ради удовольствия. Аленка, спасибо огромное. Мне кажется, сюрпризы в этой посылке не закончатся. Вы посмотрите, что я нашла. Алена, ты показывала эту вещь. Я не помню сейчас точно, где ты ее взяла, но это какая-то старинная раритетная вещь. Ты ее показывала в ролике, я только не помню, где ты ее купила. Ой, память, моя память. Слушайте, это я. Это я же сижу. Вижу с носочки. А это рамзик. или нет уж вот здесь рамзикины детки, наверное. А это моя трикотажная корзиночка. А это моя пряжица, которую меня Аленка прислала. Я в шоке. Я помню, я помню, ты показывала эту, это же ведь кто-то пользовался. Это же из поколения в поколение. я передам. Так, если внучка вообще все будет просто родиться, если внук надо дожить, то в момент, когда он женится, подарите. Вот точно, Ален, вот это правда, очень хорошо подобрана. Аленка Абель, вот она, летающая, порхающая, вечно улыбающаяся бабочка, дарящая тепло, уют, красоту, добро. Ой, доброй феи. Ну, это опять же все, чтобы быть красавицей, насколько я понимаю. Спасибо, Аленка. Ты сама невероятная красавица и нас в тонусе держишь. буду переводить и пользоваться. Ой, здесь, слава Богу, по картинкам я пойму. Уже, уже полегче, уже, слава Богу. Вот, какая красота. Такие вот солидные цвета, гранатовые. Прелесть. я ведь вот листать листаю вот эти очень важные для женщины вещи, а у меня в голове у самой вот от этой коробочки эмоции бурлят. для ручного бирочки, ручная работа. Я вот от этой коробки просто в каком-то нахожусь. Я даже не знаю, как сказать. Шоке. Я вот видела я в видео, видела просто старинные вещи. Я буду ее беречь и передам по наследству. Пользоваться обязательно буду. Такими вещами надо пользоваться и передавать по наследству. Вот в этом их фишка. Ой, Аленка, спасибо. Тронуто. Ну, а заключительная часть под названием вкуснейшая поражает и изобилием, и тем, как Алена опять же помнит. Вот и про монетки помнит, и про то, что я обожаю шоколад с мятой. Вот просто я не знаю, какие конфеты могли бы быть у меня на первом месте. Обожаю сочетание мяты и шоколада. Я сейчас обалдевшая пойду пить чай с настоящим немецким. лакомством у Ашталин с шикарным чаем. Аленка все предусмотрела. Огромное преогромное спасибо, Алена, за щедрость души и за необыкновенные подарки. И тебе, мой добрый зритель, за внимание. До новых встреч. Они уж теперь-то обязательно будут. Будут.